Доброе утро! И мы продолжаем, ну, во-первых, продолжаем утро, во-вторых, продолжаем отмечать свое 15-летие, и, в-третьих, продолжаем встречать наших дорогих гостей, благо, что они все с утра уже пришли на работу пораньше, потому что это наши коллеги. Прочувствовали, прочувствовали вот этот вот утренний нерв раннего эфира. Ну что, давай представим следующих гостей. Евгений Луковкин, Вера Мещерякова, доброе утро. Доброе утро, ребят. Но не секрет, что главный продукт, наверное, любого телеканала, это все-таки новостной продукт, это то, чем мы гордимся, это то, с чего стартовал 15 августа 2007 года наш телеканал. И вот сегодня, ну, новости ведь видоизменились наши, если раньше все чаще это были про канализацию крыши, то сейчас это максимально объективные, да, максимально оперативные. Вот новостной продукт сегодня, Вера, это вот такой действительно аналитический, аналитическая даже в какой-то степени программа. Ну я бы, наверное, да, действительно согласилась, что у нас сильно изменился формат. Мы ушли, наверное, от того. Вот я пришла пять лет назад, и мне есть чем сравнить уже. То есть если изначально действительно мы больше сосредотачивались на каких-то локальных темах, то сейчас мы не только тематику расширили, мы и подходы немного изменили, и географию. То есть вот коллега у нас ездил в командировку, в довольно далекую командировку, и я думаю, он об этом еще расскажет, и это будет интересно. И интересно, конечно же, зрителям. Конечно, каждому, кто живет в Ульяновской области, в первую очередь интересно послушать то, что происходит у нас в регионе. Но замыкаться вот именно на границах нашего 73-го региона, я считаю, это, наверное, не совсем верно, потому что мы живем в большой стране, и всегда интересно, что происходит и у соседей, и как вот есть игра «Найди 10 отличий». Можно найти 10 сходств, 20 сходств, 20 отличий, 30 отличий. И мы постоянно на связи с нашими коллегами из Приволжского федерального округа. И даже за границами его. Я бы хотел сказать, как человек, который был здесь всегда, мы и про крыши, и канализации исключительно объективны. Абсолютно. Ну потому что эти темы все равно никто не отменял. Как протекали крыши, как канализации. Пока существует то и то, будет и то, и то. Всегда. Но ведь это наша отличительная особенность тот факт, что мы обмениваемся контентом с коллегами, и очень часто ведь экспертное мнение коллег с соседних регионов тоже к нам подтягиваем. Это вот наша визитная карточка, ведь так? Да, я соглашусь. Плюс, наверное, еще и в том, что мы делаем такие материалы достаточно часто, потому что темы все-таки у нас в стране, я думаю, плюс-минус везде похожи. И крыши текут, как в Ульяновске, так и в Кирове, наверное, текут. Я в Кирове была очень, так скажем, проездом. Но думаю, что все-таки именно вот то, что мы расширяем географию, мы показываем людям, что везде есть жизнь, везде живут люди, и у всех, в общем-то, ну, есть свои чаяния, есть свои проблемы, есть свои, наверное, достижения. А что еще приятно, что в любом случае, несмотря на серьезность новостей и прочее, все равно остается вот этот вот момент, где, ну, немножко так, о чем-то добром, ну, вот такая вот полноценная новостная картина вырисовывается. Ну, конечно, начинаем с серьезных, а в конце так называемый сейчас признают зрителям, что у нас есть такое понятие, как бантик. То есть обязательно мы закончим новости какой-то такой фишечкой. Ну, а какие фишечки будут в 2022 году? Я думал, что я скажу, бантик Евгений. Можно я еще скажу? Можно я еще скажу тоже, да, что, наверное, есть ошибочное такое мнение, что есть скучные какие-то темы, это какие-то, может быть, заседания, это какие-то обсуждения. На самом деле нет, скучных тем не бывает. И на любой съемке можно найти какие-то фишечки, можно найти что-то интересное, сделать запоминающийся материал, потому что вы будете Ульяновскую область, а наша задача, чтобы люди, уставшие после работы, не заснули. Поэтому нужно делать новости интересно и всегда с огоньком зажигательно. Класс. В общем-то, как и делаем. А нового у нас будет много чего, вы скоро сами все это увидите, и вы, и мы, и телезритель. А из проектов могу два момента отметить. У нас будет Культурный атлас, это программа, которая расскажет о жителям по Волжи, что удивительно, о жителях по Волжи. Это культура народов Приложского федерального округа, это, конечно же, татары, мордва, чуваши, русские. Также мы будем говорить о евреях и немцах, тех, кто здесь живет веками. Во всем многообразии. Это и кухня, это и музыкальные инструменты, это и какая-то самобытная культура, сказки, архитектура и так далее. Потом у нас будет еще один классный проект. Это проф и я, по-моему, да, я могу ошибаться? Все правильно. Да, проф и я. Слушайте, нам просто столько проектов, вот так в голове их удержать. Проф и я, да, это уже не первое появление этой программы в кадре, но она постоянно модернизируется. И в этот раз Владимир. Творческая мастерская. Владимир занимается творческой мастерской. Он своими руками создает то, что своими руками создают те, кто профессионально это создает. Владимир попробует, скажет легко это, просто ли это, или сложно. Какие-то нюансы, вот. И вы все это все увидите и сможете, я думаю, сами приобщиться. Вам наверняка станет интересно, а могу ли я, и вы можете это попробовать. Прямо здесь у нас на территории Ульяновской области. Ну, вообще, такое получается объединение творчества и бизнеса. Возьми меня с собой, я хочу тоже. Да, кстати, вы видите прекрасную прическу Евгения? Угадайте, чьих рук это дело? Об этом чуть позже покажем, расскажем. А вот, Евгений, просто так мы заговорили об этих продуктах. Это то, чем мы гордимся. Это ведь не первые наши выигранные федеральные гранты, и таких было много. Не первые, да. У нас каждый год практически есть программы, созданные на федеральные гранты. Это действительно показывает наш уровень, потому что нам доверяют федеральным центром. И понимает, что продукт, который мы создаем, на самом деле качественно и интересный. И не только для зрителей в Ульяновской области. Вы знаете, и телезритель, возможно, знает. Если не знает, сейчас расскажу. Существует практика обмена контентом между 21-ми кнопками. И наши программы, в том числе патриотической направленности, которым лично я занимался, показывали. Например, и в Крыму, и в Северокавказском регионе, и в Уральском федеральном округе, и так далее. Я даже, честно говоря, полную географию не знаю. Я знаю только, что по стране действительно разошлось. По 21-м кнопкам по каналам. Ну, что касательно патриотизма. Тут Вера, по-моему, говорила, что я был в командировке. Я был в командировке на Донбассе в самом начале специальной военной операции. Я посмотрел на этих людей, которые там живут. И действительно, очень такие трагичные моменты. Я думаю, что если будет возможность, наш телеканал обязательно вернется на эти территории. Тем более Лутугинский район Луганской народной республики теперь наш подшефный. Мы постараемся снять там все, показать, как это все преобразилось, и почему русские на этой земле, и украинцы, и все вместе могут жить совершенно спокойно, нормально, без всяких войн и национальных конфликтов. Спасибо вам огромное. Нам надо отпускать вас уже на работу, пусть и кто-то ранее. Ну, самое-то главное, ребят, ну, с днем рождения. С днем рождения. С днем рождения, конечно. А то что-то сели тут. Давай серьезные темы обсуждать. У нас сегодня день рождения канала. Мы рады, мы друг друга поздравляем. Это здорово. Ну, а вечером вы расскажете о том, как сложилась реальность дня сегодняшнего. Это были Евгения Луковкина и Вера Мещерякова. Ну, а мы двигаемся дальше. Поехали.